На ваших экранах совместный рейд сотрудников военкомата и участкового полицейского. Они выявляют уклонистов. То, что дверь вообще открыли, говорят сотрудники, большая удача. Обычно или всегда закрыто, или мальчика нет дома. Как могло бы быть сейчас. Но юноша дома, по словам соседей, и от сотрудников уже не уйти. Правда, причина всегда найдется. Сотрудники военкомата говорят, что причины ребята придумывают самые разные. В разгар пандемии самой частой отговоркой стала фраза «Я заражен» или «Я контактировал». Однако и таких, как Даниил, тоже могут доставить военкомат. С начала осеннего призыва, то есть с 1 октября, поймали уже 30 человек. У нас более 500 человек уклоняются. Мы проводим постоянно работу по их розыску, оповещению и принятию дальнейшего решения, что же с ним сделать. За уклонением от прохождения военной службы предусмотрены два вида доказания. Это административное наказание в виде штрафа до 3000 рублей. И уголовная ответственность уже гражданина – это штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы на два года. Теперь Даниила отвезут для прохождения медкомиссии. На работу военкомата пандемия тоже повлияла. Живые очереди у врачей можно увидеть только на архивных кадрах. Теперь не больше 10 человек, контроль температуры и средства защиты. Военный комиссар уверяет, что в армии заразиться новым вирусом еще сложнее, чем на гражданке. Но молодых ребят явно пугает не здоровая атмосфера, а год, проведенный в однотонной форме и неудобных мерцах.